Всем привет, дорогие друзья! И, наконец-то, мы дождались обновления очень популярной, я бы даже, наверное, сказал, легендарной такой модели от компании Römer Britex Evolvo. Мне эта моделька всегда очень нравилась. Она была таким очень хорошим соотношением цена, качество, простор, комфорт. И очень долго она не обновлялась. И, скажем так, на текущий момент она уже, та моделька уже откровенно устарела. И Römer, наконец-то, выкатили обновление Evolvo Fix Eye Size. Такое вот чудесное кресло у них получилось. Действительно, моделька, скажем так, заждалась обновление. Очень нужно было ее уже обновлять. И они это сделали. Скажем так, мы сейчас получили категорию 1, 2, 3 от одного из лучших брендов вообще на рынке. С стандартом Eye Size, очень безопасное кресло, со всеми изофиксами, якорными ремнями. По очень гуманной цене, друзья. Она ощутимо дешевле, чем старшие модели в этой категории. Но дает нам практически на 90, на 80, 85% все то же самое, что и старшие модели за меньший прайс. Поэтому, друзья, встречайте. Сегодня будем ее изучать. И напомню, категория это от 9 месяцев, 9 килограмм, до 150 сантиметров роста ребенка. 36 килограмм. Ну, так заявлено в характеристиках. На килограмм вообще, на самом деле, смотрите, друзья. Это уже не актуально, на самом деле. Возраст. Раньше 9 месяцев нельзя. Больше 150 сантиметров. 150 сантиметров. Оно просто физически не вместит ребенка. Вот, друзья. Так что, давайте изучим. Начнем, друзья, с безопасности. Я уже сказал, стандарт i-size. Доверять ребенка можно смело. Тем более, бриток, трюмер. У них нет, в принципе, никогда плохих кресел. И с этим все хорошо, друзья. Вот. Что касается комфорта. Evoliva вообще всегда славилась своей, скажем так, посадкой. Очень удобная была посадка, широкая. Вы это, в принципе, и здесь сейчас можете хорошо видеть. Оно широченное, просторное. Сидушка широкая, глубокая. И по комфорту всегда здесь все было хорошо. И обновленная моделька, она вообще не уступает предыдущей в этом отношении. Плюс очень мягкая. На самом деле, ткань везде использована. Подголовник приятный. Большой, вместительный. И по комфорту все окей. Давайте теперь посмотрим по наклону. Здесь очень приличный наклон. Смотрите. Вот я держу руку, не меняю ее. И здесь мы видим, что угол более чем достаточный, чтобы ребенок уснул. Голова под своим же весом вперед не падала. И в дальней дороге ребенок будет себя чувствовать здесь очень даже хорошо. На самом деле, мало кресел, кто вот такой угол наклона нам дает. Именно уже установленный в автомобиле. Поэтому по комфорту 5 баллов. Что касается тканей, друзья. Классическая ткань, дерево мировской, которая использована у них в 90% кресел. Я бы не сказал, что это какой-то супер натуральный шелковый материал. Простая, обычная ткань. Мягкая, приятная, гипоаллергенная. Хорошо себя показывает на длительной дистанции, скажем так, при долгой эксплуатации. Оно сильно не теряет вид. Даже после стирок выглядит окей. Постирали. Кстати, стираем до 30 градусов, чтобы она не села. И вы бы смогли ее обратно одеть. В общем, друзья, по комфорту закончили. Действительно, здесь очень хорошо все. Очень, очень, очень хорошо. Придраться мне лично не к чему. Вот. Теперь давайте посмотрим. Пока ребенок маленький. А он у нас пристегивается пятиточными ремнями. Здесь даже, видите, на обратной стороне противоскользящая полоса есть. Чтобы когда ДТП, не дай бог. Вот. Ремень меньше травмировал ребенка. Это очень важно. Мягкая накладочка на паховой зоне присутствует. Пятиточный ремень. Ну, все по-взрослому, все стандартно. В этих брендах по-другому не бывает. И смотрите. Вот так мы пристегиваем пятиточными ремнями ребеночка, пока мы не достигли 100 сантиметров роста. Дальше физически ремни уже не смогут уместить ребенка. Просто туда не поместятся. Ремни потом демонтируются. Это все, на самом деле, очень просто делается. Вытаскиваются они. Вот. И вход уже идет автомобильный ремень. И мы уже с помощью него пристегиваем ребеночка. Сейчас я вам быстренько покажу. Вот так пристегнули. В подголовник просовываем ремешочек. Через специальный направляющий вам отсюда хорошо видно. Очень важный момент. Пристегиваем когда и регулируем подголовник таким образом, чтобы высота подголовника и плечо ребенка, расстояние под подголовника и плечо ребенка было не больше двух пальцев. Старайтесь, чтобы это был палец, но не больше двух. Потому что больше поднимите, ремень уже сдвинется на горло. Это очень-очень опасно. Это такое вам должно быть золотое правило, которое ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя нарушать. Так. В принципе, как пристегнуть. Все с вами разобрались. Теперь давайте разберем, как само кресло пристегивается. Здесь классика, друзья. Изофикс полноценный, железный, с самым удобным креплением, когда у нас изофикс высовывается отдельно каждая салазка. Также у нас присутствует здесь якорный ремень. Вот, якорный ремень. Напоминаю, его нужно пристегивать сзади на сидении автомобиля. Если седан, то за подголовником на площадке будет скобка, куда его ставить, изофикс крепить. Если не седан, а любой другой кузов, то на спинке обычного сидения есть куда закрепить. И потом просто натягиваем. Вот это запас ремня. Соответственно, изофикс выдвинули, защелкнули в автомобиле. После чего берем якорный ремень, натягиваем. Все, якорь натянули. И все, никаких дальше заморочек нет. Собственно, по креплению все очень удобно, хорошо, современно. Единственное, при, скажем так, спереди автомобиля вы практически нигде не поставите, потому что очень мало автомобилей с изофиксом спереди, но они есть. Так что использовать вы, скорее всего, будете это кресло с установленным, установленным его сзади. Вот, друзья. Так что, вот все, что хотел я о кресле рассказать, друзья, я рассказал. Здесь долго не расскажешь, но кресло очень хорошее, очень достойное за ту цену, которую оно сейчас стоит. Актуальная цена на мир автокресел будет в описании. Там же характеристики сможете прочитать. Вот. Вы, кстати, можете заказать два кресла на выбор в мире автокресел. Вам курьер привезет их два штуки. Домой там или в офис, куда угодно. Вы посмотрите, примите ребеночка. Одно заберете, одно курьер увезет. Есть такая прекрасная опция. Почему бы ей не воспользоваться, да, друзья? Вот, собственно, и все. Добавить мне больше нечего. Вопросы есть. Пишите в комментарии, я на них отвечу. Вот. Я лишь хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор кресла для вашего ребенка. И удачной дороги. Всем пока. Пока.